Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. В конце 2017 года у нас в студии был главврач Северной городской клинической больницы Андрей Андронов, который особенно выделил достижения одного из своих специалистов, а именно Сергея Мищенко, врача высшей категории, заведующего гинекологическим отделением Северной городской клинической больницы. Сегодня мы Сергея Ивановича приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте разбираться, чем заслужена такая похвала главного врача. Ну, начну, наверное, с того, что, как вы мне рассказали, с 1981 года существует ваша работа в медицине. Да. И вот уже посчитали мы 32 года, вы работаете в Северной больнице. Да. Что же заставило вас, что позволило вам так долго работать на одном месте именно в Северной больнице, в гинекологическом отделении, расскажите? Ну, во-первых, я не только работал в гинекологическом отделении, начал я в роддоме работать, потом работал в женской консультации, но это не большое время. Тогда, в то время, все врачи работали по циклу. То есть роддом, женская консультация и гинекология – это было объединение. Чтобы полный опыт работы, да, получился? Да, чтобы полный опыт работы был. Потом перешел в гинекологическое отделение, меня там оставили на все последующие годы. И отделением я начал заведовать в 2001 году. Потом был перерыв на два года, а теперь я снова заведую отделением. Так сложилась жизнь. А вообще, почему я так долго работаю? Потому что мне нравится эта работа, нравится больница. Хотя многие врачи, доктора, с которыми я начинал работать, теперь уже ушли по возрасту, которые были моими учителями, учили работать, оперировать. Но вот так до сих пор и работаю в Северной больнице. Конечно, теперь смена поколений прошла. В основном молодежь, доктора молодые работают в нашем отделении, в частности. Это определенная проблема, потому что это молодые женщины, которые выходят замуж, беременны, уходят в декретные отпуска. Определенная проблема в этом, конечно, есть. Но без этого никуда сходишься. Но без этого никуда не денешься. Вы упомянули про цикличность работы в прошлом врачей, что они приходили в женской консультации, работали, и в роддоме работали, и где-то еще. Сейчас такая преемственность сохраняется? Нет, сейчас это отменено, потому что человек по законодательству должен был закреплен за одним отделением. Он закрепляется за ним и работает. Как считаете, это положительное изменение? Для работы это, на мой взгляд, изменение отрицательное. Потому что, когда доктор владеет всеми и акушерством, и гинекологией, и работой женской консультацией, всеми отраслями своей специальности, то это, конечно, для доктора лучше. То есть сейчас есть вариант такой коммуникации, сознания последствий своей деятельности. Это, наверное, общение между подразделениями, какая-то такая передача информации. То, что сейчас, я думаю, что происходит за счет телемедицины, может быть, в частности, вот этих современных технологий. Но об этом мы еще, наверное, попозже поговорим. За годы вашей службы в Северной больнице наверняка произошли огромные изменения, как по составу врачей, специалистов, экспертов, медсестер, так и во внешнем облике больницы. Андрей Андронов, Андрей Витальевич, не раз об этом уже говорил. Да, и в гинекологическом отделении тоже, я понимаю, что случился ремонт не так давно. Как изменились условия вашего труда? Да, за последние годы мы переезжали с одного, ну, раза три, наверное, переезжали из одного отделения в другое. И каждый раз это было новое ремонтированное отделение. Как хорошо выглядело. Да, и, в общем-то, вот в каком отделении мы работаем сейчас, оно просторное, светлое, удобное, помещение для работы есть, самое разное и, в принципе, очень неплохо. И вы там уже, наверное, надолго сейчас обосновались. Да, теперь надолго. Это очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, в какие условия попадают женщины, девушки, когда попадают к вам в отделение? У нас палаты есть пятиместные, есть двухместные и трехместные. Причем двухместных и трехместных палат немало. Многие попадают именно в эти палаты. Есть одноместные палаты с удобствами. Это то, что называется дополнительную плату, насколько я понимаю? Ну, пока там еще не совсем закончен ремонт, потому что ремонт по больнице идет очень большой. Огромный ремонт идет. Да, да. И поэтому эти вот палаты никак не можем доремонтировать. А так за отдельную плату это будет. У нас плата небольшая будет, но отдельная палата с телевизором, с туалетом, с душем. Очень удобно. Ну, наверное, не так. Все-таки общество, наверное, и тянет, да, когда в больницах женщины находятся, чтобы как-то поделиться, пообщаться. И в одиночных палатах, наверное, они будут лишены такой возможности. Они будут лишены такой возможности, но желающие есть. И желающих немало. Безусловно. Да, и это хорошо. И желающих немало. Ну, прежде всего, отношения, во-первых, врач должен владеть всеми, владеть своей специальностью в достаточно хорошем объеме. Это самое главное. Ну и, конечно, это вежливость, это хорошее такое человеческое отношение к пациентам, которое, я думаю, у нас в отделении есть. Конечно, бывают проблемы с пациентами, с пациентками, но в основном это все заканчивается неплохо. Вы поминали о том, что сейчас большинство ваших сотрудников – это молодые девушки и женщины. Как вам, как заведующему отделению, отдается привить им, скажем так, любовь, хорошее отношение к пациенткам? Или это, может быть, уже в университете им все дается? Чему вы их доучиваете, скажем так? Доучиваем в основном это специальности. Это различным тонкостям специальности, которых невозможно получить, учаясь в университете. Без практики. Да, без практики нельзя получить. Ну и, кроме того, я должен быть, наверное, благодарен докторам, которые у меня работают, потому что у всех докторов есть стремление к обучению, есть желание научиться работать. Люди остаются после рабочего времени, вот рабочий день заканчивается, если надо кого-то прооперировать, они остаются. То есть, в общем-то, стремятся сами всему научиться. И с такими людьми работать удобно и хорошо. Потому что у них есть цель. Да, да, научиться. Это саморазвитие, такой-то карьерный рост. Да. И, соответственно, это сказывается на отношении к пациентам. Меня почему-то больше всего волнует, потому что, на мой взгляд, когда вот я просматривала интернет перед нашими своими беседами, и, конечно, то, что касается гинекологии, это больше всего вопросов вызывает. Потому что это настолько, как мне кажется, такое личное отношение женщины. Это всё-таки здоровье их, их детей будущих. Поэтому здесь нужно, конечно, быть предельно деликатным, предельно осторожным, предельно внимательным к своим пациенткам. Поэтому честь вам и хвала за то, что вам удаётся достигать это в большинстве случаев. Расскажите, пожалуйста, о работе женской консультации, которая является подвинутой вам, насколько я понимаю. Нет, женская консультация, там есть своя заведующая женской консультацией, и она подчиняется непосредственно Ачмеду, покушёрству, гинекологии, главному врачу. Но мы работаем очень давно, заведующая нашей консультацией, Шеренкова Татьяна Изусина, очень квалифицированный доктор, очень давно заведует женской консультацией, и мы с ней в очень хороших отношениях. Замечательно. И, соответственно, девушки некоторые попадают оттуда к вам. Да. Да, в плановую гинекологию. Да. И вы сказали, что 35% помощи, которую вы оказываете, это плановая. Это плановая. Что сюда входит? Ну, сюда входит помощь беременным, которые поступают с начавшимися или угрожающими выкидышами до 22 недель беременности. Это экстренная оперативная помощь, это операции, связанные с актропической беременностью или с опухолевым ростом каких-то яичников, матки, там самые разные заболевания бывают, которые требуют экстренной помощи. Ну, и кровотечение, конечно. Ой, про экстренную, вы про плановую спрашиваете. Да, да, экстренная дальше мы с вами еще обсудим, это отдельный вопрос. Ну, плановая помощь, в основном это помощь беременным и оперативное лечение. Да, ну и про экстренную, потому что мы заговорили, как вы сказали, 4 дня дежурит северная больница и 4 дня в неделю к вам пациенток доставляют. Четверо суток. Четверо суток, да. Каким образом ведется прием, как скоро удается решить проблемы и насколько оперативно, с которыми поступает женщина? То есть сколько времени проходит от периода выявления, там, диагностирования до помощи? Ну, видите, если скорая приезжает, приводит больную к нам, это часто без диагноза больная. Это предположительная диагноза, потому что врач скорой помощи не может посмотреть, как гинеколог смотрит, нет ни возможности, ни условий. И диагноз в основном ставится у нас уже. То есть его скорая приводит, мы смотрим, у нас есть приемный покой на первом этаже, где находится гинекологическое кресло, все инструменты, которые требуются. Мы смотрим, ставим диагноз, или если мы ничего не находим, то, значит, отправляем либо к тем докторам, которые заболеваниями предполагаем у данной больной, либо отпускаем домой. И тоже в северной больнице эти докторы находятся? Да, да, да. То, что касается подходов методов лечения, да, мы с вами за эфиром тоже начали говорить о том, что есть такие возможности в гинекологическом отделении северной больницы, которых нет ни у одного учреждения в городе Кирове. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну вот, наше отделение владеет влагалищным доступом, оперативное лечение, то есть это влагалищные операции, которые в основном, конечно, проводятся женщинам уже определенного возраста. Преимущество этих операций в том, что пациентки значительно легче переносят эти заболевания, раньше начинают вставать, ходить, уже не требуется обезболивание такого, как при лапаротомической операции. Определенного, вы сказали, до какого возраста? Ну, это часто мы делаем уже после 50. После 50 и даже после 60. В основном это женщины с таким заболеванием, как выпадение половых органов, которые вот только последние годы, на которые начали обращать серьезное внимание, так они как-то находились за кадром и не очень была выраженная помощь вот таким больным. Вот, а сейчас вот для таких больных, и ведь женщины такого возраста, они имеют уже самодельческие заболевания какие-то, и операцию, вот эта влагалищная операция приносится значительно легче. И обострений, таких как гипертония, там заболевания сердца легких, уже меньше бывает осложнений после операции. Давайте на этой возможности становимся подробнее. Кто назначает, по каким показаниям? В операции? Да. Это направляет женская консультация. У меня два раза в неделю, четверг и понедельник с двух до четырех я веду прием, на который приходят женщины с направлением женской консультации. Я записываю, если считаю нужным, записываю на операции. Вот, пользуясь случаем, могу на этот прием пригласить пациенток из области. Мы берем не только своих городских, своего участка, но и из других участков города, из области. То есть нужно предварительно получить прием у себя в женской консультации, потом уже к вам направление? Направление ко мне. В принципе, можно, если человек живет где-то в области и сложно попасть на прием к доктору, вот в часы приема он может приехать сразу к вам. Напрямую к вам? Да, напрямую. Да, и расскажите, что дальше происходит. То есть вы осматриваете пациентку, подтверждаете... Наличие заболевания и записываю на операции, если это требует. И назначаю обследование, она потом проходит, сдает анализы в женской консультации, приходит в назначенный день к нам на операцию. Как женщине понять, что у нее именно вот эта сложность, с которой можно к вам обратиться? Ну, во-первых, конечно, нужно попасть на прием к гинекологу, и там все объяснят. И я думаю, что посоветую. Давайте до приема гинеколога, потому что я знаю, что нередки те случаи, когда человек дотягивает до последнего буквально. Как заранее определить симптоматику, что вот именно эта проблема есть на самом деле, ее лучше сейчас устранить, пока она еще более-менее не развелась так сильно? Ну, если говорить о выпадении половых органов, то это, в общем-то, каждая женщина чувствует. Она чувствует, что половые органы выпадают. Это возникает нарушение мочеспускания, нарушение со стулом, ну и самые разные. Могут быть кровяные выделения из-за появления язв в общих вот этих половых органах. Так что, каждая женщина чувствует, что у нее выпадает половые органы. Возвращаемся к вам. Подготовка к операции, как существует ли это? Ну, подготовка, мы кладем накануне назначенной операции, проводим соответствующее, там, очищаем кишечник. Женщина голодает эти сутки. Ну, так, легкую пищу накануне, только в день операции ничего не ест. Проводим соответствующую медикаментозную подготовку. То есть, вводим препараты, которые препятствуют возникновению осложнений, тромбоэмболических или инфекционных осложнений. Делаем антибиотики, антикоагулянты. И потом оперируем. Сколько времени занимает подготовка? То есть, сутки, да, вы сказали? Сутки, сутки. А сама операция сколько длится? Операция длится по-разному, в зависимости от степени сложности операции. Ну, от полутора до двух с половиной часов. И восстановление как проходит? Восстановление, ну, похуже чувствует первые сутки себя как-то. А потом ходят, встают, ходят, двигаются. И суток 8-9 находятся в отделении. 8-9. Мы их выписываем, да. То есть, чуть больше недели занимает весь процесс. Да, если всё неплохо, и женщина активная, и всё у неё хорошо, можем и на седьмые сутки выписать. Противопоказания дальнейшей рекомендации? То есть, какой ритм жизни соблюдать? Может быть, противопоказания в еде какие-то есть? Противопоказания в еде нет. Только возрастные ограничения, то, что по возрасту, там, в связи с появлением каких-то заболеваний, желудочно-кишечного тракта, только эти. А так, ну, и рекомендуем в основном только не заниматься тяжёлым физическим трудом, потому что это способствует снова опущению и выпадению половых органов. То есть, эффект операции может сойти на нет при тяжёлом физическом труде. Для Вас это тоже довольно новая методика, да, насколько я понимаю, что проучились Вы, где ей? В Казани проучился в октябре месяце. Да, и скажите, насколько высок спрос на подобного рода операции сейчас? Ну, спрос достаточно высокий. Ну, вот, например, как я посмотрел, в Казани оперируют очень много. Даже удивился, откуда столько пациентов берётся. Очень много оперируют. Там, наверное, не только Татарстан, да, но ещё и из других регионов. Да, из других регионов. Там много приезжает соседние республики. Удмуртия, Марийская, Мариэл приезжают к ним. Но, может быть, у нас ещё как-то женщины не обращаются с этим, считают, что так и должно быть. Вот выпали половые органы. Вот, да, о чём я и говорила. И не появляется ни гинекологу. Может быть, только это выявляется случайное выпадение. А если не лечить, что будет? Заболевание это может прогрессировать, и вслед за маткой могут выпадать внутренние органы. Это кишечник, это, ну, в основном, кишечник, сальник. То есть это связано с какой-то дисфункцией мышц, я так понимаю, да? Да, это заболевание связано с недостаточной соединительной ткани, общей недостаточностью в организме соединительной ткани. Ну и плюс, способствующими факторами являются тяжёлые многократные роды и тяжёлый физический труд. Да, ну что ж, тогда советуем обращаться к вам, в том числе, да, и решать, на самом деле, проблемы, не запускать их. Какие ещё новые технологии больницы и ваше отделение сейчас осваивает, расскажите, пожалуйста. Ну, наше отделение достаточно широко пользуется эндоскопической хирургией. Это что такое? То есть это операции на брюшной полости, на половых органах без разреза на животе. Это когда вводятся три небольших трубки через пупуки, боковые области живота, и выполняются операции без разреза. Конечно, эти операции, во-первых, женщины рано уходят домой на 4-5 сутки, и разреза нет, они очень быстро поправляются. Начинают в день операции вставать, ходить, двигаться, и переносят хорошо такие операции. Ну, вот, если касаться экстренной помощи, мы делаем около 80%, 70%, где-то 75%, 80% делаем эндоскопическим путём операции. То есть это эстетически более привлекательно выглядит значительно. Конечно, конечно. 80%, а остальные, получается, ну, 20-25%. Это леопартомия. Как определяете, какой способ используете? Ну, там зависит, если, предположим, заболевание с выраженным кровотечением, большая кровопотеря, то, конечно, делается леопартомия. На большой кровопотере очень сложно убрать кровь из брюшной полости, поэтому леопартомия тут предпочтительнее. Ну, и вот, что касается экстренной помощи в нематочной беременности, а популексии яичника, разрывы яичников, это, наверное, единственное противопоказание. А какие еще технологии осваиваете, помимо этого, есть ли еще что-то? Так, ну, в общем-то, таких новых технологий-то у нас, наверное, и все. Но вот выскабливание мы уже практически не делаем, вот обувь-то делали, раньше делали инструментами многие годы, теперь это проводится вакуум-аспирация тоже в нашем отделении, тоже не так давно начали это делать. Мы в настоящее время 100% делаем вакуум-аспирация, это легче переносится, меньше травматизм для пациентки. Ну, это по показаниям, да, тоже, с чем приходится это делать? Нет, тут нет, противопоказаний тут нет, эта методика проводится всем, всем 100%. Сейчас по поводу беременности мы с кюрятками не работаем уже. Только единственное, кюрятки используются для диагностических выскабливаний у женщин пожилых, когда берется содержимое матки на анализ гистологический. Про оборудование вот начали вы говорить, насколько оно обновлено, насколько еще планируется его обновить, что, может быть, еще планируется закупить для отделения и для каких целей? Ну, видите, любое оборудование, оно периодически приходит в негодность. То есть мы работаем достаточно много, оборудование изнашивается и списывается. То есть обновлять надо постоянно. Вот, а андоскопическое оборудование, оно дорогое очень, поэтому деньги нужны серьезные, большие, и не так это, конечно, часто проходит обновление аппаратуры, но главный врач старается. Да, да, это так. Мы за этим тоже следим. Но вот в настоящее время работаем. Я так понимаю, что гордость ваша, это все-таки андоскопический аппарат, да, в первую очередь? Да, конечно. Какие еще методиагностики аппараты применяете в работе? Да, что положительно сказывается на результатах работы? Ну, то, что мы остальное делаем, это, в принципе, делают все гинекологические отделения в городе. Это рентген-диагностика, проходимость маточных труб, смотрим, и состояние матки. И, кроме того, ультразвуковая диагностика у нас, доктора нашего отделения, многие проучились по ультразвуковой диагностике, могут сами делать. Вот, но, в принципе, это такая специальность ультразвук, когда должен быть человек очень опытным и делать постоянно эту работу. Гинеколог, он, практикующий гинеколог, не может заниматься. Постоянно этим заниматься? Вот, поэтому, конечно, направляем, стараемся все-таки направлять к специалистам, которые только ультразвуком занимаются, для постановки диагноза. Ну, это у нас, у нас же в больнице, все в нашем корпусе проводится. Вот, ну, когда вот нет возможности, тогда делают наши доктора. Ну, практически все проучены. Слышала, ты же много отзывов по поводу ультразвуковой диагностики. Если это, скажем так, плановые при беременности диагностики. Но вместе с тем мамочки уже имеют возможность выбирать, где именно они будут проходить ультразвук, где именно они будут получать консультацию специалиста. И здесь, конечно, очень жесткая конкуренция, надо сказать, потому что удовольствие не самое дешевое, особенно когда идет речь о каких-то 3D-диагностях ультразвуковых. Вот как вы это прокомментируете? Ну, вообще, ультразвуковая диагностика, особенно беременным, она должна проводиться бесплатно. И по нашим приказам она должна проводиться бесплатно. Для этого организованы в женских консультациях проучены специалисты, которые скрининговые сроки беременности, которые вот для того, чтобы выездить уродство плода своевременно, для того, чтобы какую-то патологию поставить, они это делают бесплатно и по записи, по записи когда. И такой специалист, конечно, должен быть специально обучен. Да, да. Специально обучен. Поэтому делают не все, конечно, в городе. Вот здесь конкуренция очень ярко выражена между государственными учреждениями, медицинскими и частными клиниками. Потому что, опять-таки, частная, видимо, работая на клиентов, на клиента поток, предлагают такие вот услуги, как 3D, УЗИ, запись на видео УЗИ. Вот как вы считаете, насколько это действительно важно, с медицинской точки зрения, насколько это возможно, и не вредит ли это малышу? Видите, ну, вообще считается, что ультразвуковая диагностика не вредит. Но, на мой взгляд, чем меньше пациентка за беременность сделает УЗИ, тем лучше для плода. Потому что это всё равно волны, причём достаточно интенсивные волны. Чем выше интенсивность воздействия ультразвука, тем лучше результат бывает. Поэтому вот эти вот новые аппараты, тем более 3D, конечно, лучевая нагрузка тут значительно выше. Пациентка должна сама выбирать. В принципе, вот для постановки диагноза 3D не всегда нужно. Я же бы даже сказал, что это часто делается просто по желанию женщины, для того, чтобы оставить красивую картинку. А так лучше избегать лишнего лучевого воздействия. Если диагноз понятен без этого, то лучше не делать. Поняла вас. Да, не могу не согласиться. Да, ну и давайте подведём итог вышесказанному. То, что касается будущего развития гинекологии, в принципе, и в частности, ваше отделение в Северной Городской клинической больнице. На что вы сейчас намерены делать упор, что развивать, и в чём будущее вашего отделения? Ну вот, я думаю, что отделение будет развиваться так, как должно развиваться. Это гинекология вообще в нашей стране по рекомендациям Министерства здравоохранения, это я имею в виду Москву. Какие рекомендации? Меньше беременных класть в отделение, потому что доказано, что беременные часто очень зря лежат в гинекологическом отделении, сохраняют беременность, когда никакой угрозы нет. Беременные будут класть только с кровяными выделениями. Так, подождите, а как же, например, тонус матки? А тонус матки, он не играет роли большой. Это часто, просто если по передней или по задней стенке, это временные нарушения, которые, даже их нельзя назвать нарушением, это нормальное состояние беременности. Беременности, периодически, когда матка приходит в тонус. Поэтому беременные часто лежат зря в гинекологическом отделении. Почему тогда женщине просто не отдохнуть от повседневной ротины? Ну вот это другое дело. Дома-то не всегда получается отделение. Мы, в принципе, никому не отказываем. Никому не отказываем. Если женщина жила, от лечи обязательно положим. То есть даете такую возможность, но не рекомендуете? Да. Получается так. Отделение, места в отделении есть, поэтому если женщина жила, то обязательно положим. Даже вопроса никакого нет. Но просто я считаю, и другие специалисты более высокого уровня считают, что это бесполезно. Вот в этом плане должна меняться работа гинекологии. Кроме того, работа гинекологии должна меняться в оперативном плане. Должно больше использоваться лепароскопических методов, то есть эндоскопии и оперативное лечение. Вот женщин пожилых, что называется в настоящее время дизайн промежности. Есть такое выражение в гинекологии. То есть вот эти женщины у нас остались как-то без помощи, и вот они должны занять эти койки, которые могут освободиться от беременных, которые лежат. Главное, чтобы они на себя обращали внимание и вовремя не запускали. Да, о чем мы уже говорили. Ну что, изменения положительные. Спасибо большое, что пришли. У нас в гостях сегодня был Сергей Валерьевич Мищенко. Сергей Валерьевич, ждем вас еще с новыми рассказами и развитием отделения вашего. Спасибо, что пришли еще раз. Спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо вам. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.